Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печов. Перед просмотром поставьте лайк, комментарии со стимулом. Больше самое для вас видео. Красный Лиман был задан вопрос. В телеграме уже несколько раз, как говорится, поэтому я отвечаю на вопрос, что происходит в данный момент. Что мы видим? С российской стороны мы видим какой-то фартовый эффект. То есть у России есть какой-то шанс, так сказать, Лиман этот получить. Но тут есть одна проблема. Вы видите, куда деньги отлетели от России, да? То есть русская сторона, украинская сторона. В данный момент Украина количеством, так сказать, победить может. Также плюс у них куплено оружие есть и деньги есть. У России денег нету. То есть в этом будет проигрыш. Также на российской стороне мы видим смерть. То есть постоянная смерть. Все, которые в войска пошли, вот это количество, оно просто умрет. Понимаете? Частично, конечно же, некоторые выживут, мы видим. Но выход есть. Плюс мы видим, что военная техника до России еще не доехала. Вот. То есть не до конца какая-то в пути еще техника военная. И она потом нанесет какой-то удар. Но уже будет поздно, потому что в это время, возможно, Украина уже все заберет полностью. Также мы видим, что это идет обстрелы по местным жителям и так далее. Но тут проблема заключается в том, что что и Россия, как говорится, в центр забилась, так и Украина. Но эта ловушка была создана для России именно. Вы видите, скопище, как говорится, в одном месте мужского пола. То есть ракушка ни одна не перевинулась, чтобы стать женщиной. Так сказать, да? Все стали мужчинами. То есть это, по сути, ловушка была для мужского пола российских военных, да? Приглашенных сюда, на чужую территорию. Также мы видим, что пропаганда это все изменит. Вот эти слова, то есть, как говорится, новости и так далее. Это все предоставится, что вот бедные пострадавшие, как всегда. Также мы видим, русский народ вообще не бенними, не бельмисон. Также мы видим, что... Одну я еще запасную беру. Иногда она вылетела у меня снова. Вот запасная. Она вылетела полностью. Вообще перевернутая, да? Это была. Это признак, что русский народ не получит свои тела. Самое интересное. Непонятно почему. Возможно, это специально, чтобы не создать панику. Но я говорю, количество, как говорится, и финансово поддержку мы с украинской стороны видим. Но потом она перестанет. Россия вот думала, что этого не будет. Также мы видим, что с украинской стороны оружия достаточно, но тоже потом задержат постепенно. Поэтому в Лимане, в Лимане, в Красный Лиман, Ливан, как говорится, надеюсь, правильно произношу, будут какие-то проблемы с этим всем. Ну, а так-то мы видим, что пока на русской стороне какая-то победа будет. Какой-то выигрыш, так сказать, они смогут оттеснить украинских военных. Но тут есть, я говорю, проблема заключается в том, что это была придумана заранее ловушка. Понимаете? Поэтому, если вам покажется, это также может знать, что это иллюзия выигрыша, иллюзия победы с русской стороны. Но по-настоящему это ловушка. То есть сначала они покажут, украинские военные, что типа они проиграют, что все, вы все уже взяли. Но это ловушка, потому что там уже что-то или заминировано все, или что-то подготовлено. Потому что мы видим, что Украина, сами военные отойдут постепенно, чтобы пропустить внутрь, в ловушку, так сказать, русских военных. Так что это, по сути, ловушка специально продуманная. Вот почему тут трупы, вот почему скрытые мертвые. Это, возможно, как там, как сказать, скрытые мертвые, это как накрывает землей. То есть это, возможно, такой взрыв может быть сильный чего-то, что накроет русских военных в землю. Поэтому народ их не получит. Вот такое вкратце гадание. В принципе, думайте, что хотите. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте лайк, комментируйте. Поздравляйте удачи.